Здравствуйте, с вами Андрей Юндин, это информбюро, программа чистых новостей. И вот главные грифы дня. Гриф жалоба, письма во все инстанции. Именно так учительница из поселка Новый Маяк пытается добиться правды. Какой? Выясняла Кристина Ревенко. Гриф морозы. Холода отступать не собираются и в такую длитую стужу легко отморозить руки или ноги. Что советуют врачи и спасатели, знает Алексей Корсиков. Гриф долетались. Авиаперевозчик Аминоды Ави оказался в эпицентре судебных разбирательств. Все подробности в бизнес-блоге программы. Гриф не факт. Будет ли и завтра так же холодно? Расскажем в конце программы. Сегодня следственные органы назвали предварительные причины прогремевшего взрыва в Кочубеевском районе. Рассматривают несколько версий этой ошибки в эксплуатации газопровода и несоблюдения правил противопожарной безопасности. Я напомню, при взрыве пострадала семья из четырех человек. Все они были госпитализированы. Самое тяжелое состояние у 16-летней девочки. У нее многочисленные ожоги тела. А весь хутор несколько часов подряд при минусовой температуре оставался без газа. К настоящему моменту перебои с газоснабжением удалось устранить. Три часа ночи подали газ. В принципе, поскольку дома везде саманны, они как термосы, хорошо держат тепло. Ну, больших, будем говорить, потрясений не испытало население. Конечно, страшное дело, что это долго без газа просидели. Порядка 16-17 часов. И еще один взрыв в Изобильном. На первом этаже пятиэтажного дома взорвался газ. В подъезде выбило все стекла. Возгорание потушили собственными силами еще до приезда пожарных. 21-го человека пришлось эвакуировать. Эту ночь жильцы злополучного подъезда провели у друзей и родственников. Есть пострадавшие. В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Изобильненскую районную больницу. Гриф жалоба. В нашу телекомпанию обратилась учительница из Новоселецкого района. Она уверена, что ее незаконно уволили с работы. А в больнице, где она лечилась, ей не отдали больничный лист. Кристина Левенко пыталась выяснить, так ли это на самом деле. Всю жизнь отдала детям, говорит Вера Ивановна. Проработала в школе больше 30 лет. Однако сейчас, жалуется женщина, все отвернулись от нее. А начались все проблемы в 2008 году, когда учительница младших классов пожаловалась в прокуратуру на директора школы, потому что учеников несколько дней не кормили в столовой. Проблему решили, деньги за питание малообеспеченным детям за обеды вернули. И тут-то, утверждает Вера Ивановна, против нее ополчился весь коллектив. В начале меня в школе шантажировали в устной форме. Администрация закрывалась, как в учительской, чтобы я была одна. И говорили, если ты будешь все время вмешиваться в бюджетные деньги, питание, ремонт и так далее, тебя будут интересовать, работать ты в школе не будешь. Когда страсти с детским питанием улеглись, рассказывает Вера Ивановна, ей пришлось уйти на больничный. У нее был сильный кашель. Когда в медучреждении ей отдали справку о выздоровлении, женщина все равно чувствовала себя неважно и решила взять отпуск на год без содержания. В это же время учительница решила оформить пенсию. По ее собственному утверждению, в школе никто не помог ей с документами. Через суд Вера Ивановна все-таки выбила себе ежемесячную выплату. Но и на этом пенсионерка не остановилась. Теперь у нее по плану было получение инвалидности. Однако все врачи, к которым она обращалась, не обнаружили у нее страшных болезней. И для полного обследования организма направили ее к психиатру. Вера Ивановна возмутилась. Поезжай в Благодарный, повези посыльной лист и пройди к психиатру, и мы тебе группу дадим. Чтобы избавиться от меня, что я психически человек ненормальный, вот тебе группа за это. А я не хотела быть психически ненормальным человеком. Когда закончился годовой отпуск и врачи отказались дальше продлевать больничный, женщина начала писать жалобы во всей инстанции, вплоть до Путина и Жириновского. И при этом не ходила на работу в школу. И в конце марта 2011-го Веру Ивановну уволили по статье. Теперь ее главная цель вернуться в школу и через суд доказать, что все полгода она болела, чтобы ей возместили в денежном эквиваленте все ее убытки. Вера Ивановна уволена по статье за прогулы. Считаю, что это справедливо, потому что действительно полгода человек просто-напросто отсутствовал без уважительной причины на работе. Директор школы Лариса Николаевна признается, она уже не знает, куда скрыться от нескончаемого потока жалоб со стороны Веры Ивановны. Все три года рассказывает женщина, им некогда заниматься работой. Она только и делает, что отвечает на письма и готовит документы в суд. Когда учительница младших классов полгода просто прогуливала школу, ее терпение лопнуло. Мы ждали год, мы ждали полгода, когда она выйдет. Потом еще полгода мы пытались ее вызвать на работу, встретиться с ней. Она не появлялась к нам ни под каким предлогом. В Новоселецкой ЦРБ, когда услышали имя Веры Ивановны, схватились за головы. На медучреждение постоянным потоком идут жалобы от учительницы. Врачи утверждают, женщине предлагали ложиться в стационар, предоставляли различных специалистов. Но все тщетно. Инвалидность, за которую так билась пенсионерка, ей не смогли дать. Не нашли серьезных заболеваний. А к психиатру на обследование действительно направляли. И только потому, что выяснили, у Веры Ивановны сестра болеет шизофренией. А это наследственная болезнь. Она больной, абсолютно человек. У нее неадекватные поступки, неадекватные требования. У нее там сути никакой ни в чем нет. Но четко она прослеживается абсолютно во всех ее жалобах, чтобы ей кто-то платил моральный ущерб. Она бы сидела водку пила, она же жрет водку там, как свинья. Это ваша Суратова, наша ваша, не знаю чья. Но ей нужны деньги, и все, не больше. Коллеги Веры Ивановны уверены, в школу ей возвращаться не нужно. Ведь женщина, утверждают они, уже нашла свое призвание. Кристина Ревенко, Юрий Корниенко, Информбюро, Новоселецкий район. Гриф мороза, непривычно низкая температура, продержится на Ставрополе как минимум до конца недели. На улице можно запросто получить обморожение. Как безопасно пережить лютые холода, знает Алексей Форсиков. Пару недель Евгений точно проведет в больничной палате. Говорит, легкомыслие подвело. Оделся не по погоде, на ногах были легкие туфли. В итоге отморозил пальцы. Прошел, пришел домой. Дома почувствовал какие-то недомогания, слабость какая-то. И получилось в результате обморожения пальцев, конечностей и ног. Другим людям советую, чтобы одевались в данный момент в такие морозы. Соответственно, обувь особенно, шапки, перчатки. В общем, чтобы одевались так, чтобы ничего не могло повредить их здоровью. Самый распространенный сейчас диагноз в отделении гнойной хирургии – обморожение разной степени тяжести. Кто-то, как Евгений, попадает в больницу по недоразумению, а кто-то после неудачного самолечения. При первых же признаках серьезного переохлаждения врачи настоятельно советуют обращаться за помощью. Конечно, в первую очередь, ни в коем случае не растирать снегом пораженные участки, поскольку возможно внесение инфекции и дальнейшее прогрессирование заболевания. Также не рекомендуется наносить различные мази, жиры. Ни в коем случае не помещать пораженные конечности в горячую воду, как некоторые делают. Тазик с горячей водой начинают отпаривать руки, поскольку резкое изменение температуры приводит к необратимым изменениям в тканях. Ну и, конечно, когда появляются более глубокие поражения кожи, необходимо наложить повязку и сразу же обратиться в медицинское учреждение. Синоптики говорят, морозы продержатся еще неделю. В ближайшие два дня будет особенно холодно. Спасатели МЧС предупреждают – одевайтесь теплее. Ну, необходимо одеваться в многослойную одежду. Одежда должна быть хлопчатобумажная, либо из шерстяных тканей. Как можно меньше находиться на улице, не выпускать на улицу детей. А если вас застало чрезвычайное происшествие какое-то, связанное с автомобилем, заглох автомобиль, либо не заводится, необходимо покинуть автомобиль, зайти в теплое место, обогреться и вызвать специалистов на помощь, чтобы они либо завели автомобиль, либо куда-то его эвакуировали. Светит солнце. Погода вроде бы нормальная, но мороз довольно обманчивая штука. Поэтому не стоит относиться к себе легкомысленно. Всегда надевайте перчатки, плотно застегивайте верхнюю одежду и не забывайте про головной убор. Алексей Форсиков, Илья Аладин, Информбюро. В День науки молодые ученые со всего Северокавказского округа собрались в Аграрном университете Ставрополя. В свой профессиональный праздник они решили обсудить проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса. Подробнее в сюжете Олеся Мелеховой. Молодые ученые из КФО для региона и России. Первую межрегиональную научно-практическую конференцию в Аграрном университете неслучайно решили провести в День науки. Молодые ученые обсуждали проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса. Чтобы студенты вуза говорили со знанием дела о своей профессии, преподаватели уверены, они должны знать не только теорию, как обстоит дело на практике, объясняют на занятиях. На каждой кафедре университета работают несколько практических лабораторий. Такой подход дает свои результаты. Студенты активно работают над инновационными проектами. Именно их и презентовали на конференции. Поддерживают молодых ученых и материально. В этом году на новые научные разработки вузам выделен миллион рублей. Это только начало. На следующий год будет полтора миллиона гранта. Это вузовский грант аграрного университета. Мы еще раз показываем, что, наверное, надо обращать внимание на молодежь. Надо помогать молодежи. Тогда у молодежи будет хорошая инициатива, будут хорошие результаты. Выбрать лучших из лучших, признается Владимир Трухачев, было непросто. Всего студенты представили около трех сотен инновационных проектов. 35 из них получили гранты. Ольга Севастьянова из числа молодых ученых университета утверждает, что именно научно-техническая база вуза подталкивает ребят совершать новые открытия. Я бы хотела сказать большое, выразить славу благодарности Трухачеву Владимиру Ивановичу, потому что при его непосредственной поддержке, благодаря той материально-технической базе, которая на сегодняшний день существует в аграрном университете, я бы смогла провести ряд экспериментов и стать неоднократным участником и победителем различных конкурсов. Олеся Мелехова, Андрей Чернов, Информбюро. Ровно за два года до старта зимних Олимпийских игр в Сочи заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак встретился на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с волонтерами, принимающими участие в проведении тестовых предолимпийских соревнований. Они зажгли так называемое «горящее сердце» – символ волонтеров в Сочи-2014. Горят желанием стать добровольными помощниками и в Пятигорске. Александрина Туршиева подробнее. Стартовал первый этап подготовки для волонтеров, которые смогут принять участие в Олимпийских играх в Сочи-2014. Уже сейчас ежедневно в Оргкомитет Сочи приходят десятки писем от людей со всех уголков земли, мечтающих стать частью грандиозного события. Во всех посланиях содержится один вопрос – как же стать волонтером на будущих играх? Отвечаем. У каждого желающего, вне зависимости от его профессии и гражданства, появится возможность принять участие в конкурсном отборе. Добровольцем может стать любой желающий, которому на 6 января 2014 года будет от 18 до 80 лет. Мы запускаем массовый набор 25 тысяч волонтеров на Олимпийские игры по всей стране, от Санкт-Петербурга до Владивостока. И это составит, может быть, одно из важнейших нематериальных элементов Олимпийского наследия. Около трех тысяч городских волонтеров, прошедших подготовку в Сочи, будут помогать гостям игр перемещаться между объектами. Почетное право открыть центры по привлечению и подготовке волонтеров зимних игр в Сочи на конкурсной основе получили 26 российских вузов. ПГЛУ стал единственным вузом Северного Кавказа в числе победителей. Мы должны набрать 1100 волонтеров. Задача не простая. Конечно, она сложна, потому что у нас очень сложные номинации. То есть мы выиграли самые престижные функции. Они все связаны с лингвистикой. Максим Голиков – студент второго курса, и для него волонтерство – порыв души. Считает, что помощь волонтеров – это не разовая акция, а постоянная работа. Мы проходили различные тренинги, различные испытания для того, чтобы взяли в волонтерство. Думаю, у меня все получится. Главное требование для кандидатов – это желание помогать и взаимодействовать, учиться и работать, и без сомнения знание английского языка. Говорить слова благодарности и восхвалять деятельность волонтеров можно бесконечно. Главное, чтобы их пример, как золотая лихорадка, охватившая свое время Америку, заражал все большее количество людей, тем самым пополняя ряды тех, кто с гордостью может сказать «Я доброволец». Волонтеры всегда готовы к России! Гриф долетались. Авиаперевозчик Кавминвода Ави оказался в эпицентре судебных разбирательств. Все подробности в бизнес-блоке программы. Кавминвода Ави оказались в эпицентре судебных разбирательств. В арбитражном суде края стартует рассмотрение иск о признании авиакомпании банкротом. Инициатором тяжбы на этот раз оказался отдел неведомственной охраны по Краевому центру. Как оказалось, Кавминводы Ави в свое время не расплатились за оказанные ей охранные услуги. Сумма задолженности – более 800 тысяч рублей. Напомним, что сейчас это не единственный и не самый крупный долг авиаперевозчика. Уже не первый месяц в арбитраже края продолжается разбирательство по заявлениям Национального резервного банка, общая сумма требований которого превышает 490 миллионов рублей. Такой солидный кредит был взят авиакомпании еще летом прошлого года. К новостям потребительского рынка. Овощи и мясо подорожали. Накануне Комитет Створопольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле лицензированию провел мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары. На прошлой неделе подешевели некоторые продукты питания. Это рис, яйца, гречная крупа, коры, яблоки. В то же время подорожали капуста, лук и морковь. Как пояснили в Комитете, этот рост связан прежде всего с особенностями реализации овощей со складов и увеличением затрат на это хранение. Также стали дороже говядина, баранина, свинина, мука и соль. Долги россиян перед банками в прошлом году увеличились на 1,5 трлн рублей, что почти в три раза больше, чем за 2010 год. Такова статистика Центробанка. В целом, сегодня жители страны должны банкам более 5,5 трлн рублей. Такие результаты специалисты объясняют с одной стороны. Ростом уверенности в завтрашнем дне, то есть почувствовав стабильность, люди захотели жить лучше. Пускай и за счет заемных средств. Другая группа заемщиков взяла кредиты, чтобы поддержать привычный уровень потребления после снижения доходов во втором полугодии 2011 года. Уровень просроченной задолженности в прошедшем году у банкиров тревоги не вызвал. За весь год он увеличился незначительно, однако в текущем году такого роста рынка кредитования уже не будет. Ситуация в экономике ухудшается, и банки стали строже подходить к оценке клиентов. А почти 6% заемщиков безнадежно испортили свою кредитную историю. То есть даже если они расплатятся по существующим кредитам, на нового им рассчитывать не приходится. И в заключении курса валют. Доллар банки сегодня покупали за 29,50 руб, а продавали за 30,22 руб. Евро курс покупки 39,00 руб, на продаже 39,65 руб. Курс валют, установленный Центробанком на завтра. Доллар 29,69 руб, евро 39,41 руб. На сегодня это все бизнес-новости. Обращаюсь с вами и, как всегда, желаю удачи в делах. И время поговорить о погоде. Я передаю слово нашим уникальным метеоблизняшкам Машей и Дашей. На самом деле в этих лютых холодах виноваты именно они. Здравствуйте. Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края до минус 27. Затров Старопылина, Мыске, облачно. Днем минус 16, вечером минус 22. В городах Кавказский финальный ход малооблачно. Днем 10, вечером 18 градусов ниже 0. Ветер говосточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео наших программ лежит на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый круглосуточный канал STV+. В 3 калории. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. Обязательно звоните, поможем. Телефон нашей Ставропольской редакции 351345. А у меня все. Вы смотрели информбюро программы чистых новостей. С вами был Андрей Юндин. Всего хорошего. Не скучайте и не замерзайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова